Сейчас я вам расскажу то, чего мне расскажет не русскоязычный интернет, не один телевизионный канал. Вы знаете, на чем зарабатывают деньги Российская Федерация? На налогах и еще на собственном населении. Это нормальное явление, только если бы мы жили, допустим, с таким же социальным обеспечением, как в Великобритании, я бы вообще простил бы даже цену бензина в 1 евро. Ну да ладно. Вот такая ситуация возникает, что по сути, как бы, наша нефть и никому-то особо не нужна. Ну что делать? Ну придется как-то поддерживать нашу великую, могучую. Естественно, возникает вопрос, а как там дальше-то жить? Потому что, ну извините, цена за литр солярки 27, это не предел. За литр бензина 22,5, это тоже не предел. Ну так вот, ну надо учиться экономить. Благо у нас есть рядышком Китай, который позволяет нам ездить на электромобилях за 20 тысяч долларов. Чем топиться? Потому что, извините, и газ тоже дорожает, и все. Интересный вопрос. Ну вот тут включаются абсолютно новые технологии. Как-то производство, допустим, печного топлива. Вот фирма-подъемник. И вот там экономическая выгода становится более очевидной. А считать-то придется. И утепляться. Всем. Новые тарифы ЖКХ. Цены на все. И возникает вопрос, а благо ли это газ в каждый дом? Успешно похоронив угольную промышленность, мы к чему пришли? Да, крупные поселки и сельский центр на газу, но каких денег это стоило? Нет, конечно, все понятно. Деньги в один карман, и вроде не дырявы, это хорошо. Но это карман монополиста. И так во всем. Центральное тепло, это тоже монополия по сути. А результат? Сколько хочу, настолько и подниму цену. И никуда дорогие не денетесь. Вот только ойли. Человек за последние 50 лет из нефти наделал столько отходов, что при грамотной переработке хватит и на больший период. Тем более, что производить отходы он, человек, не прекратит. И вот оно топливо. Произведенное из отходов. Топливо по цене в 3-4 раза дешевле солярки. И оно будет всегда. Наше топливо пока не дорожает. Наверное, мы это делаем с умыслом. Почему? Потому что люди должны привыкнуть к этому, во-первых, топливу. Должны его опробовать. И должны. Ну, наверное, значит, как бы правильно сказать это. Понять, в чем выгода. Да, понять, в чем выгода. И, значит, где его правильно применить, это топливо. И вот мы видим уже, вот это холодная зима. Кто-то топился отработкой, отработкой с масляными маслями. Кто-то просто мерз. Ну вот. А кто-то, допустим, желал уехать из города и жить в собственном доме. Ну, те поселки, которые элитные типа, которые сейчас продаются на удалении 20 км от города, что-то я не видел, чтобы там были такие коммуникации, как любимая нашим правительством газовая труба. Вы можете помочь решить эту проблему? Эту проблему можно помочь решить. Ну, значит, наше топливо рассчитано для производственных котельных. То есть котельная должна быть, ну, как минимум, это 400 кВт. Да, это как минимум. Если 400, там, 500 кВт, это она сможет обогреть, ну, где-то порядка двух-трех домов сразу. То есть должна быть какая-то кооперация, да. Ну, если, к примеру, ставить котельную на, скажем, на 3-4 дома, можно на 5, там, сделать, там, скопироваться на 10, то она, в принципе, для хозяев данной котельной, она обойдется не очень дорого. И все, я думаю, будут это очень выгодно. И при этом небольшой расход вашего топлива, тем более еще и дешевого. Да, абсолютно верно, тем более дешевого. То есть это топливо мы, допустим, на сезон готовим именно для тех, у кого уже стоят наши оборудования, то есть котлы с нашей системой отопления. Вот. Мы гарантируем им четкую поставку данного топлива на весь отопительный сезон. Я думаю, если люди это поймут, а я думаю, что, наверное, в скором будущем они поймут, потому что электроэнергия тоже будет дорожать. И все-таки вопрос о малой энергетике, он уже сегодня стоит довольно-таки острый. Наш телеканал смотрит не только жители Монитогорска, бизнесмены, но также большое количество жителей Башкирии, селяния, которые еще до сих пор привязаны к электричеству вот этому радиатору непонятному. Вы можете отопить небольшое село, чтобы они не рвались уже в деревне, а жили спокойненько, в чистом, экологически, в чистом месте? Да я не вижу здесь никаких проблем. То есть мы можем решить буквально любой вопрос. Нам нужно знать, что человек хочет. Мы делаем проект, именно доводим этот проект от бумаги и до его ввода в эксплуатацию. И человек будет свободен топиться и все решать проблемы свои. То есть у него вообще проблем не будет, если выразиться так с нашим топливом. Конечно, всего этого могло бы и не быть, если бы обыкновенный для магнитогорского бизнеса принцип купи-продай бы работал. Подъемник это и инженерный корпус, и немаловажная тема технической безопасности. Ну, про краны, здания чуть позже, и когда потеплеет. Безопасность вашего автомобиля должна быть под контролем. Это мы о трех пунктах технического осмотра от фирмы Подъемник. А сегодня еще это и комплекс с невиданными ранее удобствами. Вот он перечень услуг, которые вы можете сегодня себе позволить. То есть не выходя из дома, используя интернет, записаться на пункт технического осмотра. Если с интернетом дела нету, то включаем телефон. Сотовый телефон есть у каждого первого россиянина. Позвонили, записались. Самый ленивый и самый занятой может вообще приехать на пункт, его отсюда увезут до работы, потом привезут, когда машина будет уже готова и с проведенным техническим осмотром. И вот эти все вещи вроде бы такие мелочи, но очень приятно. И вряд ли у кого-то другого такое есть. Но самое забавное, что сейчас у вас нет необходимости париться. Есть возможность записаться и вовремя пройти технический осмотр. А потом не попадать на штраф и на неприятный разговор с работниками ГАИ.